Привезли на стадион и провели для блогеров экскурсию телеведущая фотомодель Виктория Лопырева и первый заместитель министра спорта Краснодарского края Сергей Мясищев. Была возможность побывать в зоне, где футболисты экипируются, ожидают выхода на поле, разрешили заглянуть и туда, где спортсменам делают массаж. Правда, обязательное требование – одеть бахилы. Блогеры и в креслах посидели, и полежали на массажных столах, чтобы хоть на миг побывать в роли известных футболистов. А Сочи тем временем на финишный прямой перед Кубком конфедерации. Это дело для края самое главное, потому что это мероприятие, как подчеркивает президент нашей страны, это позволит нам укрепиться на международной и спортивной арене. Три крупных мероприятия, которые уже принял наш стадион – это матч «Россия-Бельгия», который собрал 40 тысяч зрителей. Это говорит о многом, о том, что все те системы, все те усилия строителей, волонтеров, правоохранителей, спортсменов – все те не прошли даром, и все остались очень довольны. До предстоящих матчей Кубка конфедерации осталось буквально считанные дни. Уже 19 июня здесь наш прекрасный стадион примет один из матчей Кубка конфедерации. Многие из блогеров не то что на стадионе Фишт, а и в Сочи впервые. Соответственно, все здесь производило впечатление. Снаружи он здоровый стадион, но когда во внутрь заходишь, ты понимаешь, что он вообще просто гигантский, необъемный какой-то. Нравится сочетание цветов, синий с белым, но это прям мой, по крайней мере, этот цвет, мне прям нравится это сочетание. Вот, и что еще? И очень мне понравилась вот эта история с тем, что название Фишт, да, это там вот белая гора, вот это вот все, очень красиво все. У всех в руках телефоны, мини-видеокамеры каждый старался запечатлеть себя и рассказать уже своим зрителям, кстати, из зоны медиатрибун шестого этажа, о том, чем интересен Олимпийский стадион. Совершенно чудесным образом я уже оказался на стадионе Фишт, это Сочи и дал интервью РЕН-ТВ. А для Виктории Лопыревой, как посла Чемпионата мира по футболу, это не первая экскурсия. В последний раз она проводила ее для английских СМИ в Ростове, где строится стадион для Чемпионата мира 2018 года. По стадиону Фишт, я думаю, что вопросов у СМИ гораздо меньше, потому что он уже готов, находится в прекрасной форме, что свидетельствует, конечно, матчи, которые были проведены об этом. И все знают этот стадион, потому что именно здесь происходили грандиозные церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. После Олимпиады была проведена реконструкция арены. Вместимый стадион к Чемпионату мира по футболу увеличено до 45 тысяч человек. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.